Здравствуйте дорогие друзья! В эфире очередные новости киберспорта. Сегодня наш выпуск будет носить скандальный характер. В сегодняшних новостях мы разберем ситуацию с организацией Natus Vincere, а именно скандальном рекламном ролике с участием Полины Лагуновой. Затем обратим внимание на компанию Zoey, которая упрощает себе работу и в завершении новостей посмотрим на то, как же КС 1.6 встает на ноги на территории Украины. Полина Лагунова это сексуальная ведущая видео выпусков navi-gaming.com. После выхода рекламного ролика брендированных толстовок подверглась жесткой критике со стороны общественности, а также нескольких киберспортивных функционеров. Агрессивная реклама, в которой модель перед камерой одевает новый продукт на обнаженное тело, вызвала информационный взрыв в социальных сетях и форуме вышеупомянутой организации. Популярный комментатор Dota 2 Виталий Вилат-Волочаев выразил возмущение в своем твиттере, осуждая такой подход менеджмента navi к работе с аудиторией и призвал отписаться от обновлений ютуб-канала организации. А Фури Фиш, известный менеджер женской Dota 2 команды, признала, что ролик с толстовками это грубая ошибка менеджмента navi. На форуме организации ополчились пользователи, обвинив менеджмент в неуважении к собственной аудитории. Вам плевать на людей, которые болеют киберспортом, поддерживают команду и организацию. Вам важно, чтобы как можно больше школьников, увидев сиськи, подписались на ваш канал. Вам нужна аудитория. Количественно. Я согласен, это не вина, Полина, это ваша вина. Вы ведете такую политику, поскольку не имеете уважения к собственной аудитории. Конец цитаты. Генеральный директор Navi Gaming Александр Кахановский заступился за Полину Лагунову и объяснил агрессивную рекламную политику высокими дивидендами от видеопродукта с ее участием. Резюмировав следующее. Мне нравится смотреть на сексуальных девушек где угодно. Напомню, что возрастные показатели целевой аудитории Navi начинаются от 12 лет, а именно школьники составили 90% посетителей на дне Navi в киберарене. Также на защиту Полины встал ее парень, написав сообщение к киберспортивному сообществу, призвав смотреть на ситуацию взрослыми глазами. Тех сообщений вы можете найти на странице ведущей ВКонтакте. Сама жертва была возмущена такой реакцией общественности, в особенности отдельных личностей и в корректной форме отписалась в своем твиттере. Пока не ясно, продолжит ли Полина свою работу с проектом Navi, но очевидно, что такой резонанс не может остаться незамеченным при подготовке следующего рекламного материала. Известный производитель инновационных игровых устройств для геймеров компания Zoey Gear пополнила линейку девайсов новой игровой мышью моделей Zoey FK. С момента реализа Zoey AM в офис компании поступило немало жалоб от геймеров. Те жаловались на неудобство L-образную форму мыши, когда многие предпочитали форму буквы В, широкой на узкую. L-образная AM оказалась не самой удобной в плане использования, так как часто выскальзывает из руки. Именно по этой причине разработчики представили на суд новейшую FK, которая мало чем отличается от своей предшественницы в плане спецификаций и характеристик, но в тот же момент сильно отличается самой формой. На этом обзор мыши пора закончить и пора перейти к ее так называемой предшественнице. Ранее мы говорили о том, что нынешние игровые студии пользуются уже имеющимися играми, чтобы на их базе создать якобы новую игрушку, которая имеет подобный жанр, но название другое, поэтому и игра соответственно новая и должна быть популярной. Именно такая ситуация была с игрой SMITE, которая якобы новая, но если присмотреться, это аналог второй доты и Лиги Легенд. С продукцией компании Zowie очень похожая ситуация, компания производит мышки под новыми названиями, при этом максимально приближаясь к уже имеющимся продукциям SteelSeries. Цены на продукцию Zowie значительно выше, но качество при этом ничуть не лучше, а порой и хуже, как это было сказано в самом начале новости. Я бы хотел закончить эту новость популярными словами в рекламных видео по телевизору, так зачем платить больше? CS 1.6 больше нет, CS 1.6 никому не нужен, пришла эра CS GO. Дорогие друзья, не терялись слова, мы слышали буквально несколько месяцев назад. Подобные новости несли в себе мотивацию для грязи и тон негатива в адрес разных людей, как зрителей и фанатов CS GO, так и авторов самой игрушки. Под конец 2012 года многие могли заметить, как 1.6 версия стала вновь появляться на лан-эвентах. Региональные чемпионаты на территории Украины стали появляться, как грибы. На территории Западной Украины турниры по 1.6 версии стали проходить чуть ли не каждый месяц. Львов и ближлежащие города стали проводить турниры и собирать достаточное количество команд. Помимо турнира Лиги городов, который пройдет 9 февраля в столице Украины, анонсирован очередной масштабный чемпионат с несколькими отборочными этапами. Genius GX Gaming Cup 2013 ПКС 1.6. Первая остановка турнира намечена в Харькове в компьютерном клубе Чатрик. Серия следующих отборочных намечена на Симферополь и Львов. Арт-художники из Blizzard представили общественности новую работу, которая приуроченная к выходу StarCraft 2 Heart of Swarm. Реализ следующей части намечен на 12 марта этого года. Несмотря на то, что многие топовые игроки неблагоприятно отзываются о Ходз, игра очень ожидаема и вряд ли ее реализ пройдет незамеченным. StarCraft 2 Ходз может принести игрокам уйму хлопот в плане перестройки стратегии и баланса в игре. Если ведущие игроки еще до выхода отрицательно высказываются в адрес популярной стратегии, то страшно предположить, что будет после ее выхода. Тем не менее, обновления игры завершаются и очень скоро весь мир будет вынужден играть в StarCraft 2 Ходз. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok